Вечер 26 ноября. Игорь Маслов и члены его семьи запомнят навсегда. В этот день они в одночасье лишились своего жилья. Тогда в 11 часов вечера в их доме в Расторгове произошло возгорание. Оно было настолько стремительным, что справиться своими силами люди, которые уже практически спали, оказались не в состоянии. Я не смог потушить, потому что было уже большое пламя. И мы вызвали уже о пожарных. И до трех этой ночи все это отушили. К большому счастью, никто из людей не пострадал. Пожар затронул все четыре квартиры, расположенные в доме. Самый существенный ущерб нанесен жилищу Масловых. Квартира Масловых буквально напоминает кадры из фильма ужасов. Здесь сгорело практически все. И еще, несмотря на то, что с момента трагедии прошло уже более трех недель, здесь стоит ужасный запах, который никак не выветривается. 76 квадратных метров, на покупку которых глава семьи копил долгие 15 лет. Игорь, рассказывая о своем доме, едва сдерживает эмоции. Сгорело все. Удалось спасти лишь документы, фотографии и некоторые дорогие сердцу вещи. Сейчас семья ютится в съемной квартире Видном, на оплату которой уходит 20 тысяч рублей в месяц. Они хотят как можно вернуться домой. Но на восстановление квартиры нужна практически неподъемная для семьи простого строителя сумма. Для того, чтобы Масловые вернулись домой, нужно в первую очередь восстановить крышу. А это как минимум 400 тысяч рублей. Что стало причиной пожара, установит следствие. Но очаг возгорания известен. Это соседняя квартира. Здесь у людей уже долгое время нет электричества, и они постоянно пользуются дровами и свечками. Признавать свою вину и выплачивать масловым компенсацию они отказываются. Зато на помощь пострадавшей семье пришли соседи из ближайших поселков и просто добрые люди. Я вчера вечером, в половине 12-го, написала в своем местном, в своем чаде в деревне Спасское, что необходима машина для перевоза благотворительной помощи, стройматериалов сюда, в этот дом. И мне ровно через 20 минут один из наших жителей, Юрий, откликнулся и говорит, я готов оказать такую помощь. Люди неравнодушны. От нас отправляли и бабушки по 500 рублей от своей пенсии. Ну сколько может, посильная. Активную поддержку покорельцам оказывает и местный депутат Гаджимурад Гаджимурадов. Он не только взял ситуацию под личный контроль, но и оказывает помощь своими руками. Кто деньгами помогает, кто своим участием. Вы видите, здесь пришли соседи, соседних домов. Тоже помогают люди, когда, хотя это среди бела дня, не очень удобно, но находятся отзывчивые люди. И большая просьба, если будет возможность у жителей города Виды, нас может много ли посильную помощь оказать, вот и говорю, кто чем может. Помочь пострадавшей семье вернуться домой может каждый из нас. Для этого достаточно отправить любую посильную для вас сумму на карту Сбербанка, привязанную к номеру телефона плюс 7 903 133 69 06. Она принадлежит Вере Александровне Новиковой, жене Игоря Маслова. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова